Надеюсь, что среди наших зрителей большинство понимает, что называть кому-то смс-код, делать покупки на подозрительных сайтах – мероприятие сомнительное. С каждым годом число киберпреступлений растет в геометрической прогрессии. Если в 2018 году от них пострадали 4 с лишним тысячи жителей Алтайского края, то уже в 2020 – более 10 тысяч. В этом более 5000 человек, но это данные только за первые полгода. Пандемийный 2020 год стал периодом большой активности в сфере информационных технологий. Покупки, доставка, сделки, кредит, не выходя из дома. Кстати, практически все интернет-ресурсы для совершения преступлений зарегистрированы в других государствах, либо же скрывают свое местонахождение. Буквально два дня назад в отдел полиции по индустриальному району поступило заявление о девушке 94-го года рождения, которая потеряла 800 тысяч рублей. И здесь очень важно обратиться в полицию вовремя, а не через несколько дней. Есть еще возможность, по крайней мере, заблокировать нежелательную операцию. По статистике раскрывается небольшое количество преступлений, всего 5% от всех совершаемых преступлений. Потому что, когда люди понимают, что они обмануты, деньги уже переведены на счета людей, киви, кошельков. Потом, когда люди приходят уже осматривать эти счета, карты, они все на людей, которые по подставным данным. Дальше они закрыты, больше не работают. То есть мошенники это все предусматривают. У меня в руках схема мошенничества, совершенной над жителями Барнаула всего лишь за несколько дней. Например, женщине позвонил брокер, помог открыть киви-кошелек. Женщина перевела первые 12 тысяч рублей для начала работы с трейдером. Далее суммы постоянно увеличивались. В итоге потерпевшая внесла на счет мошенников более 2 миллионов рублей, при этом оформив кредиты в четырех банках. Много схем по принципу «на вас пытаются оформить кредит, срочно переведите свои деньги на этот счет». Вы банку нужны будете только в том случае, если вы задолжали банку, причем у вас просрочка по кредиту и так далее. Они будут с вас просить только вернуть долги. Все остальное, если с вас просится, то это явно не сотрудник банка, это явно мошенник. И еще раз, как бы банально это ни звучало, не переходите по сомнительным ссылкам. Ни в коем случае никому не называйте смс-код. И помните, в случае чего всегда лучше положить трубку и самому перезвонить на горячую линию банка.